Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. И наш с вами сегодняшний влог начинается с макияжа. Потому что сегодня мы с Альбиночкой, моей племянницей, идем на выставку. Первое, что я наношу на лицо, это база под макияж. Сейчас я абсолютно без макияжа показываю вам свою кожу. Сейчас немножко стесняюсь, но да ладно. Ни у кого кожа не идеальная, поэтому ничего страшного. Первое, что я наношу, это силиконовая база от Maybelline Baby Skin. Честно, я не вижу никакого смысла в этих всех базах. Просто я ее купила, она у меня просто лежит. Я думаю, надо добить до конца. Только в этих целях я ее использую, но повторять я бы не стала. Вообще реально никакого смысла в базах я лично для себя не вижу. Наоборот, даже знаете, когда я базами пользуюсь, у меня как будто лицо чешется. Ну с этой вроде бы не так. Вроде я уже привыкла к ней. Но особо такого, знаете, эффекта вау я лично для себя не вижу. Возможно, я пользовалась не теми базами. Может, в комментариях вы мне порекомендуете какую-то классную базу. Я наношу прям пальчиками. Обожаю этот метод. Все распределяется просто идеально. Вот еще немножко сюда. Дальше у меня тон. Он у меня отник. Совсем чуть-чуть осталось. Я его тоже добиваю до конца. Сказать честно, на подобных мероприятиях я никогда в жизни не была. У меня особо никогда интереса не было. Хочу там еще сделать фоточку. Такую чисто эстетичную. Случайно наткнулась, как девчонка сделала фотографию в музее. Мне так понравилось, как она стоит. И вот всегда с таким же желанием я тоже пытаюсь сделать подобную фотографию. Иду, но у меня получается, знаете, как ожидание реальность. В общем, ничего не получается. Вообще, в плане фоток я вообще не сильна. Но не получается у меня сделать хорошую фотографию. И особо охоты тоже нет. Вот мы идем в какое-то заведение, например. Я фотографирую подругу, наверное, раз 500. И она меня раза два. Я потом думаю, хватит, давай посидим. Может, сколько можно фотографироваться, хотя бы поболтаем о чем-нибудь. Вообще, все приходит с опытом. Чтобы научиться делать хорошие фотографии, прежде всего, надо постоянно их делать. Смотреть, как получается. Экспериментировать в разных позах, с разными образами. Делать разные макияжи. Мне просто как-то не очень интересно это. Я привыкла заниматься только тем, что мне нравится. То, что мне доставляет удовольствие. По-другому никак. Я, конечно, понимаю, что надо развивать инстаграм. Надо делать фотографии, классные эстетичные видео и все остальное. Но, как вы знаете, желания особо этим заниматься нет. Но надо. Я это прекрасно, конечно же, понимаю. Но я снимаю для вас какие-то там истории, что-то еще. И мне так нравится этот тон. И его сразу сняли с производства. Как всегда. Точнее, его выпустили в другом дизайне. У меня, кстати, он тоже есть. Но уже текстура не та. Текстура уже другая. Вот этот ребрендинг меня уже начинает подбешивать у некоторых брендов. Настолько часто они что-то меняют. Особенно, например, Revolution. Каждые полгода у них какая-то новая коллекция. Тебе что-то понравилось, например, у тебя что-то закончилось. Ты уже хочешь заказать, а уже упля нету такого. У них вообще такая обширная линейка. Даже если вы супер-супер светленькая или темненькая, все равно вы найдете тон, который идеально подойдет под вашу кожу. Правда, не все номера у нас здесь представлены. Но если что, можно заказать. Теперь я закрепляю все это дело самой обычной пудрой. У меня от Maybelline. Афинитон. Совершенный тон. Выравнивающая пудра. Хотя ничего она не выравнивает. Я просто наношу пудру в целях мотирования кожи. Вот так вот. Чтобы слегка мотировать лицо. Улица классная погода. Я вообще изначально утром хотела еще помыть машину. Но, чтобы помыть машину, мне надо было встать еще на 3 часа раньше. А это чисто физически было невозможно. Потому что я легла очень поздно. Где-то в 3 или в 4. Я просто не проснулась. Поэтому придется как-то ехать на грязной машине. Хотя я ее, кстати, помыла. Хорошенько поставила. И ни разу на ней не ездила. И сейчас она полностью в пыли. От Bourjois Sculptor. Он очень слабо пигментированный. Из-за этого я просто его обожаю. Им невозможно переборщить. Сколько хочешь наяриваешь, получается совсем чуток. Какие-то продукты я люблю, когда они слабо пигментированы. Например, румяна. Вот эти термоядерные румяна с ними очень сложно. Хотя, наверное, экономично. Но сложно в использовании. Вот такой красивый легенький макияж у меня получилось. Я сделала вот такие косички. Высокие хвостики и косички. И вот так вот оделась. Но у меня еще осталось свободное время. Поэтому я могу попить чай. Естественно, противник опаздывает. И машина у меня очень грязная. Реально. Стекла прям супер грязные. Но помыть ее я уже не успеваю, конечно же. Надо было вставать раньше. Алло. Доброе. Савица моя. Ты проснулся? Да, конечно. Мы сейчас этот арбишка делает прическу, чтобы там выглядеть. Просто супер. Я уже внизу, я грею машину. А, ты уже внизу? Ага. А мы не опаздываем? Не-не-не, пока не опаздываю. А, хорошо, я вас жду, короче. Давай. Хорошо. Хорошо, давай. Мы с моим братом очень похожи. Он тоже всегда опаздывает так же, как я. И это не потому, что каждый раз, когда я снимаю влогу, он опаздывает. Он вообще по жизни всегда опаздывает. Прошло еще 10 минут. Такими темпами мы точно опоздаем. Их все нет и нет. Брат сказал, что Альбина делает перческу. Ну, как долго можно ее делать, непонятно. Идут мои пупсики. Вообще, можно не торопиться, потому что мы уже опоздали. Непонятно, нас пустят или нет. Сможешь зайти? Кстати, мы не опоздали. Как раз ровно. Можно сделать классную фотку Альбинам. Вот эта фотография с Альбиной мне очень нравится. Даже ее можно выложить в Инстаграм. Можно фейсап немножко подредактировать наши личика. Это не можно. Чего ты сразу видишь? Такие вещи. Ну, просто не красиво. Это твоей головой сразу. Моей головой уже ужасно. Можно отфотошопить трусы приклеить. Главное плохо. Да. Так, вы готовы, господа? Я очень переживала, что мы опоздаем и нас просто туда не пустят. Но, как оказалось, мероприятие начинается в 12. По количеству людей в зале ожидания, я так понимаю, что всем сказали прийти полдвенадцатого. Людей действительно было очень-очень много. Это были не только участники выставки, но и просто гости мимо проходящие, которым было интересно посмотреть на работы. А посмотреть действительно было на что. Очень крутые работы, учитывая, что их писали дети 10-13 лет. Работы было действительно очень-очень много, но я засняла только те, которые мне безумно понравились. У меня есть ужасная привычка вырезать абсолютно все, что я насняла. Но в этот раз мне хочется оставить абсолютно все работы и показать их вам. У этого видео, кстати, также есть озвучка. Параллельно, когда я снимала и показывала вам картины, я комментировала и говорила свое мнение о каждой работе. Но так как людей на выставке было очень много и стоял шум, гам, меня было еле слышно. Поэтому я решила озвучку сделать сверху. Так будет приятнее слушать. А эта картина мне настолько понравилась, что я ее сразу выложила к себе в инстаграм. Учитывая тот момент, что эту красоту нарисовала девочка, которой всего 11 лет, представьте себе, картина с таким глубоким смыслом. Сказать честно, я никогда в жизни не была на подобных мероприятиях. Но после этого мероприятия мне очень хочется даже ходить по музеям, по другим каким-то культурно-творческим мероприятиям. Потому что это очень интересно и очень круто вдохновляет. И плюс я встретила очень много своих подписчиц. Я вам всем передаю огромный привет. Но такое количество подписчиц я просто встречаю в первый раз. Возможно, это отчасти связано с тем, что у меня есть бумажные каналы. Девчонки, которые любят рисовать, они смотрят видео про бумажные сюрпризы. В общем, я не знаю, как это аргументировать. Но столько подписчиц я не встречала никогда. Но сказать могу одно, каждую из вас я была безумно рада видеть. А особенно ваши прекрасные работы, до которых мне еще очень-очень далеко. И, конечно, гвоздь нашей программы, работа моей Альбиночки, моего цыпленка. Посмотрите, какая красота. Возможно, я не объективна и просто я люблю Альбиночку. И мне кажется, что она рисует лучше всех. Но, на мой взгляд, у Альбины одна из самых лучших работ. Альбине всего 13 лет и ее работа называется Sunrise. Посмотрите, какое крутое небо получилось. До этого тоже я видела крутые работы Альбины. И я всегда ей говорю, что она спокойно может продавать свои работы. Я, как человек, который пытается монетизировать абсолютно все, что движется, предлагаю ей идею бизнеса. А вы в комментариях обязательно пишите ваше мнение, купили бы вы такую работу. Когда мы шли на выставку, я думала, что будут призовые места. Первое, второе и непосредственно третье место. И уже когда мы смотрели картины, уже для себя я обозначила, какая картина у меня будет на первом месте, какая на втором и какая уже на третьем. Но, как оказалось, к сожалению, мест не было. Всем просто раздали по сертификату и все. Вот эту прекрасную картину со змеей написала девочка, которой 11 лет. Представьте себе, однозначно для меня одно из призовых мест обязательно бы заняла эта картина. Ну а так, естественно, каждая работа по-своему прекрасна и имеет свой особый смысл. Но, с одной стороны, я думаю, даже хорошо, что призовых мест не было. Потому что те, кто не получили бы эти места, сильно расстроились. И, учитывая, что все-таки это дети, это влияет на психику, наверное, хорошо, что этих призовых мест все-таки не было. Всем просто раздали по сертификату и все дети счастливые пошли домой. На моем бумажном канале частенько я вижу комментарии, комплименты о том, что я круто рисую. Но, посетив эту выставку, я поняла, что это совершенно не так. Вот кто умеет рисовать. Я не знаю, какой именно техникой была написана эта картина с розами. Но у розы как будто выпирали. Это была 3D картина. Очень красивая. Я, естественно, не сильно шарю во всем этом. Но мне Альбина объясняла, какие из работ достаточно сложные. Вот это, например. Альбина мне объяснила, что ее рисовать безумно сложно. Наверное, это из-за этого принта. Я вообще сама очень люблю рисовать различные принты. Но этот я сама тоже прекрасно понимаю, что, наверное, его рисовать безумно сложно. Если только нету какого-то трафарета. Я думаю так. Я очень надеюсь, что это было не сильно нудно. И вы не перематывали этот момент, когда я показываю картину. Обязательно пишите в комментариях. Только честно. Вот если вы перематывали, и вам было неинтересно, напишите, пожалуйста. Вот мне реально интересно. Потому что я долго думала оставлять прям все, что я засняла. Или все-таки вырезать и оставить какие-то моменты, которые более-менее интересны. И дальше у нас здесь было награждение. Вот эта девушка в шляпе. Она очень классно выглядела. Мне она запомнилась больше всех. Ее образ, ее картина. Картина, кстати, тоже была под ее образ. Кстати, некоторые пришли на мероприятие уже с цветами для своих педагогов. А мы, кстати, об этом совершенно не подумали. А вы, в свою очередь, объективно, пожалуйста, напишите в комментариях, какой работе вы пытали первое место из тех работ, которые я вам показала. Потому что я вам показала самые лучшие работы. Какая из них вам понравилась больше всего. И какое вы пытали первое место. Мы хотим брата закинуть домой и с Альбиной поехать покушать. Тут только направо. Направо? Аккуратно. Айнур, я в тебя верю. Езжай хотя бы до конца, посмотрим дорогу, куда идут. Ну что, Балит, это ты с нами или мы тебя домой закинем? Ну, конечно, закинем мы домой. Так не будет, но домой. Так особо выбора-то и не было. Теперь ты типа крутая, да? В общем, типа. Давай на право пойдем. Но этот зайчик меня умиляет. Направо? Направо, да. Я не знаю, куда мы едем. С папой мы не доедем, поверь. В общем, здесь как раз по дороге продается лесгинский хлеб. Очень нереально вкусный. И у них очень много, кстати, клиентов. Я вам один раз, по-моему, даже снимала, показывала этот хлеб. Поэтому сейчас братик быстренько заглянет и возьмет хлебушек. Он даже говорит, там даже черный, да? С женой появился. И с женой, и обычный белый. Вот. Так что отправили его за хлебом. Там написано, что зеркало увеличительно и показывает больше, чем есть на самом деле. Уровень моего английского зашкаливает. Альбина в шоке. Идем жрать, Альбина. Я уже не могу. Обмываем твой диплом. Вижу цель, не вижу препятствий. Здесь двухэтажное такое место. Мы, наверное, сядем на втором этаже где-то здесь. Очень быстро, кстати, принесли. Выглядит это все дело вот так. Я взяла маленькую. Но она очень сытная. Даже маленькая не едаешься. Большая просто огромная. Приятного аппетита нам. Вроде бы недавно Альбиночка была таким милым карапузиком, который сидел у меня на ручках. А сейчас это уже взрослая девушка, которая участвует в таких мероприятиях. В мероприятиях такого масштаба. Рисует невероятно крутые картины, на которые просто можно любоваться каждый день. И это тот карапуз, который буквально вот по моим подсчетам... У меня вот такое ощущение, что лет пять назад она сидела у меня на ручках. То есть настолько быстро летит время. Я не к тому, что она быстро выросла. Все дети растут. Но просто я к тому, что время очень быстро летит. И мы этого абсолютно не замечаем. И в какой-то момент просто меня так щелкик. И в какой-то момент меня как-то передергивает, что это наша жизнь. Она проходит реально. Вроде кажется, что мы прожили там, не знаю, 35-40 лет. Но эти года уходят все быстрее и быстрее. Я помню, когда в детстве я была маленькая, почему-то время как бы тянулось гораздо дольше, чем сейчас. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив. Продолжение следует...